От пяти лет до пятидесяти пяти. Здесь действительно собрались те, кто любит бегать. Николай Ложкин из Удмуртии. Там он больше занимается лыжным спортом, но отказать себе возможности побегать по сочинским горам не смог. Сейчас старт будет и разминка перед стартом. Ну как вот разминку вы сделаете? Ой, тяжелая трасса, тяжелая. У нас полегче трассы в Удмуртии. Маленько. Тут тяжелая трасса. О своем участии в соревнованиях по горному бегу заявили более 200 человек. Это представители Удмуртии, Мариэл, Ставропольского края, Омской и Ивановской областей. Сегодня спортсмены бежали вверх по дороге на Орлиные скалы и обратно. У старших дистанция 3600 метров, у младших 450 метров вверх и 450 вниз. Десятилетней Софии Сосниной от старта до финиша понадобилось 10 минут 48 секунд. Я первый раз на клубке выиграла, мне понравилось, и я стала заниматься бегом. В Сочи у нас тут тепло, а дома холодно. Сегодня первый день соревнований, а в пятницу беговые дорожки обустроят на Красной Поляне, в районе хребта Аибга, а через день в районе хребта Психака. Там уже пройдут Гран-при России по бегу и Чемпионат России по длинному бегу. Достойно представлен на разного уровня соревнованиях и наш город. В забеге приняло участие около 100 сочинцев. Надежда у нас, что наши всегда будут впереди. Потому что мы как бы курортный город, где больше всего солнца в году. Мы имеем возможность тренироваться круглый год на улице, на свежем воздухе. Горный бег чаще называют любительским спортом, хотя это одна из дисциплин легкой атлетики. Первые официальные соревнования, где определился самый быстрый гонец, состоялись еще в 11 веке в Шотландии. Но современный горный бег отличается более длинными дистанциями и крутыми подъемами. Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.